Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Девятая ошибка. Не разбирать партии. Очень многие новички в русских шашках, ну вообще в любом виде шашек, они не разбирают свои партии. Причем, друзья, я бы рекомендовал разбирать не только проигранные партии, но и выигранные, и ничейные. Все партии. Почему? Потому что очень часто вам кажется, что вы великолепно провели партию, атаковали, соперник где-то допустил ошибку, и все, вы на этом успокоились. Ну это, так сказать, взгляд, когда вы играете именно во время партии. Но, если вы начнете анализировать свою партию, особенно с помощью шашечных программ, то зачастую вы находите очень малозаметные ошибки. Но, узнав вот эти ошибки, вы можете значительно усилить уровень своей игры. Очень многие шашечные гроссмейстеры, они анализируют все свои партии. Например, Никита Славянов, ему, по-моему, сейчас всего около 25 лет или 26 лет. По-моему, 25 все-таки. Шашечный гроссмейстер из Москвы, вот он честно признался во время одного из стримов на канале «Всё о шашках», что я разбираю все свои проигранные партии. Ну, по крайней мере, пытаюсь все разобрать. Для чего? Для того, чтобы расти, не останавливаться. То есть, видите, друзья, даже шашечный гроссмейстер, как говорится, уже высшее шашечное звание, тем не менее, он продолжает разбирать все свои проигранные партии. Ну, как разбирать партии? Давайте поговорим об этом. Если у вас есть тренер, а я говорил о том, что обязательно должен быть тренер, то, конечно же, партии надо разбирать со своим тренером, потому что тренер сразу же укажет на те ошибки, которые вы допустили во время партии. Если у вас есть, кроме тренера, шашечная программа, то следует разбирать. Я бы рекомендовал разобрать сперва с тренером, а затем уже включить программу и уже с помощью программы проанализировать свои ошибки. То есть, получается двойная польза. С помощью тренера вы, так сказать, повышаете уровень своей игры, а с помощью анализа с программой вы узнаете сильнейшие варианты, которые вам показывает программа. Потому что программа, по сути, она играет как чемпион мира. Если же у вас нет тренера и нет программы, ну, конечно, печально, придется разбирать партии самому, но все равно какие-то ошибки вы сможете найти. Да, уровень вашего прогресса будет значительно ниже, чем при анализе партии с тренером и с программой, но, тем не менее, польза, такая ощутимая польза все равно будет. Когда разбирать свои партии? Ну, партии лучше всего разбирать. Вот, допустим, вы на турнире, да, сыграли партию. Тут же можете предложить своему сопернику разобрать партию. Я вас уверяю, 80% игроков помогут вам разобрать вашу партию. Ну, потому что им тоже интересно, так сказать, посмотреть сильнейшие варианты, которые остались за кадром, какие-то побочные варианты. Ну, и также, как говорится, все равно у нас вид спорта не такой, так скажем, популярный, не такой массовый. Поэтому мы должны друг друга поддерживать и помогать друг другу в шашечном развитии. Поэтому большинство шашистов, так скажем, делятся знаниями друг с другом. Хочу привести пример. Вот на одном из турниров я играл с молодым тогда кандидатом в мастера Никитой Волковым. И за нашей партией наблюдал со стороны гроссмейстер Юмшанов. То есть он рядом с нами сидел, играл. И вот мы закончили партию. И гроссмейстер Юмшанов также присоединился к анализу партии. То есть, видите, друзья, даже гроссмейстерам интересно проанализировать партии. То есть зачастую даже два игрока начинают анализировать партию. К ним присоединяются еще и еще игроки. И получается своего рода уже сообщество. И каждый из них предлагает сильнейший вариант. И получается как раз вот обмен знаниями. То, что нужно. Если разобрали партию, да, с соперником. Затем лучше всего, ну, допустим, пришли поужинали. И в номере уже также можете разобрать партию. То есть если вы на турнире, я не рекомендую, допустим, разбирать партии до начала турнира. То есть на следующее утро разбирать. Потому что у вас голова будет уже, так сказать, натружена, забита вот этим анализом. Лучше разбирать, допустим, пришли поужинали и снова сели анализировать. Для чего? Потому что, во-первых, знания еще свежие. То есть во время партии вы какие-то анализировали варианты, да, побочные. И вы их тут же вспомните. И во-вторых, как бы перед туром у вас голова будет свежая. То есть вы не потратите силы на то, чтобы анализировать партию перед туром следующим. Если, допустим, была быстрая игра или Блиц, то многие партии, конечно, забываются, да. Ну вот поэтому лучше тоже сразу же закончили турнир и какие-то запомнившиеся партии тут же анализируете. Что еще хочется порекомендовать? Новичкам, конечно, я рекомендую программами вначале не пользоваться, потому что, ну, вы ничего не поймете. Программа покажет сильнейший вариант. Вы просто не поймете, в чем суть этого хода. То есть зачастую тренеры, это, как правило, минимум кандидат мастера спорта, уровень игры. То есть мастер спорта, гроссмейстер может быть. Чем выше уровень игры вашего тренера, тем быстрее вы будете прибавлять в мастерстве. То есть он поначалу вам будет подсказывать, затем вы сами уже разовьете необходимые шашечные навыки. И уже сможете самостоятельно анализировать свои ошибки на шашечной программе. Ну, друзья, честно признаюсь, конечно, даже я иногда смотрю анализы с помощью шашечной программы. И то некоторые ходы не понимаю до конца. Хотя у меня уровень игры довольно-таки неплохой, я считаю. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если вам что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания.